Есть сегодня серьезная инициатива для миллионеров, для богатых людей. Называется «Клятва дарения». Слышали такое? Нет. Вот Билл Гейтс стал инициатором, как обычно он у нас инициатор таких дел. Здесь уже 231 участник, миллионеры, миллиардеры. В соответствии с идеей клятвы, тот, кто присоединяется к проекту, должен подписать, поклясться, что он жертвует половину своего состояния при жизни или в качестве завещания в фонд благотворительный, который занимается проблемами мира. Вот, кстати, бывшая жена основателя Амазона, Безоса, собирается направить половину своего состояния, это ни много ни мало 37 миллиардов долларов, на благотворительность в рамках этой клятвы дарования. Как вам вот такая инициатива? Ну, деньги не проблема. Печально только смотреть, как они это израсходуют. Суть исправления мира – это в изменении человека. Они не знают, каким должен быть человек. Они считают, что мы сделаем еще какие-то системы обслуживания, здравоохранения. И будет лучше. И будет лучше. Не будет лучше. Да, нет, лучше не будет. Наоборот, они этим вызовут отрицательные силы, которые будут доказывать против всех этих систем, которые они будут… Благотворительных систем. Благотворительных систем. Будут доказывать, что мы все равно действуем неверно. И будут нас учить жестко. То есть, любое доброе дело, если оно делается не для изменения свойств человека, оно только приведет к еще большим страданиям. Это имеется в виду в Библии. Что? То есть, если мы делаем добрые дела, не исправляя самого человека, то он остается в своем аду, внутри якобы наших правильных, хороших дел. Вас не возбудило то, что у нас есть такие инициативы. Лучше бы они этого не делали. Ой-ой-ой. Да. Потому что они вызовут… Только лишь на воспитание. И воспитание особое. Не что-то там наполнять дурные головы чем-то, а именно системой исправления человека, от которой зависит система исправления всего мира. То есть, главные ваши выводы такие. Если это не идет на исправление самого человека, его природы, то это только во зло. Да. Правильно, да? Да, да, да. И второе, вы сказали, надо понять, куда эти деньги идут, в какой фонд. Ну, вот в таком случае и понять, куда они идут. А, в соответствии с тем… Они не могут по своей природе, по своему пониманию мира, восприятию мира, они не могут направить их правильно. Поэтому и называется благими намериями дорога в ад вымущена. Понятно. Так что, к сожалению, лучше бы они этого не делали. А вот что чувствует себя, мне вот интересно, миллиардер, миллионер, который вот подписывает… О, вот для этого они это и делают. Они чувствуют свою исключительность, свою особенность. Праведность. Они чувствуют себя как исправители мира, праведники мира. И весь мир, в принципе, должен понимать, знать это, благодарить их. Так, естественно, половина из этой суммы уйдет на рекламу, а вторая половина уйдет вот на какие-то такие цели, здравоохранения, мать-ребенок, там, еще чего-то такое. Ну, в итоге запиши, и ты увидишь, что мир лучше не будет, а только хуже. Понятно. Вот это и есть те благие намерения, да? И они… Намерения благие, но в итоге мы получим еще больше ад. На что бы вы дали деньги? Вот если бы они собрали… Это приличная сумма, кстати, естественно. На что бы вы отправили эти деньги? Вот при сегодняшнем состоянии мира, вот сегодняшнем. Ну, есть у нас что рассказать людям. Надо открыть такие… Центры. Каналы, центры, которые бы могли донести для каждого человека, на его языке, на его уровне. Что? Какую главную мысль? Возлюби ближнего. Возлюби ближнего. Только в этом спасение каждого и всех. И поэтому тут ничего другого не сделаешь. Значит, надо открывать такие центры, объяснять со всех сторон, с точки зрения науки, морали, биологии, чего угодно. И делать это так, чтобы просто постепенно-постепенно поднимать людей до этого уровня. Пускай будут награды, пускай будут стипендии. Воспитывать людей, образовывать их в этом ключе, выдавать всякие почтительные фонды и так далее, чтобы люди этим занимались. И говорили все время. Все, что угодно. Только этим занимались. Понятно. Тем более сейчас мы подходим к состоянию, когда несколько миллиардов людей будут просто безработными. Чем они будут заниматься? Кто им будет платить? Вот эти фонды пускай платят. Причем очень нормально тогда, дозированно. Вот. Это нам надо. Вот это приближение к возлюбе ближнего, даже маленький шажок, мысли, это и есть начало изменения человека? Да. Да? Но это только в том случае, если мы создадим такие стипендии, возможности для людей заниматься, писать об этом, обговаривать об этом, чтобы заполнили этим все сайты, все связи, чтобы это было очень популярно в интернете, в телевидении, везде. Вот на это только и надо деньги? Только на это. Субтитры создавал DimaTorzok